Агрессивный, пугающий, но при этом малоубедительный. Так многие эксперты отзываются о бывшем президенте России Дмитрие Медведеве. Он нынче заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации. Эту должность создавали специально под него. И в последнее время он стал активно появляться в медиапространстве благодаря своим резким высказываниям насчет Запада и Украины. Чем вызвано его возвращение в повестку дня? Он может стать преемником Путина или его выбрали на роль покойного Жириновского? Делать громкие, но ничем не подкрепленные заявления. Поговорим об этом далее. На прямой связи с нами Абаз Галямов, политолог и политтехнолог. Абаз, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, почему все-таки Дмитрия Медведева вернули в повестку? Ну, не то чтобы его вернули, он сам вернулся. Понимаете, у Медведева все-таки репутация близкого к Путину человека. Конечно, он сейчас далеко не так близок, как это было несколько лет назад. Но, тем не менее, все-таки это такая путинская номенклатура. Поэтому взять и искусственно его отсекать от медийного пространства никто из тех, кто контролирует это медийное пространство, сам по себе не будет. Это можно сделать только по команде Путина. Но Путин, очевидно, такой команды не давал. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, почему вернули, скажу, что он сам вернулся и все. Скажите, ну вот такие агрессивные заявления чем вызваны? Что он хочет этим сказать? Есть несколько причин. Как любое, знаете, сложное социально-политическое явление, оно имеет несколько слоев, несколько уровней объяснений. Во-первых, конечно, надо иметь в виду, что Медведев очень тщеславный человек. Поэтому ему, в принципе, нравится быть в центре повестки, так сказать, будоражить общественное мнение. Вот, видите, сидим его, обсуждаем, значит. Ну, вот для него забвение — это худшее, что вообще может случиться. Поэтому есть одно объяснение, простая и простой тщеславие. Есть другие, более глубинные, более сущностные объяснения. Это, значит, во-первых, его желание стать преемником Путина. Он человек амбициозный, он понимает, что Путин может сейчас оказаться запертым. Ну, то есть он может оказаться неизбираемым, проще говоря, в 2024 году. И тогда он будет выбирать вот среди верных своих соратников кого-то, кто его сменит. И Медведев хочет убедить Путина в том, что он лоялен, что он продолжит его курс, что никакой он не, так сказать, вот этот либерал, каким его привыкли изображать, что он державник и патриот не хуже Путина. Значит, так их ненавидит, что спать не может, как он сказал. Значит, вот с этим его либерализмом прошлым связаны и третье объяснение. Он на самом деле боится, что силовики сейчас припомнят все это дело ему, да? Ведь он знает, что силовики его не любят. Они его не любят по двум причинам. Во-первых, по идеологическим причинам. То есть они помнят все его заигрывания с Западом, вот эту перезагрузку с Обамой, то, что он сдал, как они говорят, Каддафи, да? То, что он говорил, свобода лучше не свободы. Вот. Он реально пытался ограничить их возможность давить на бизнес, то есть заниматься экономикой, то есть делать то, что они, собственно говоря, ради чего они там сидят, да? Ну вот. Значит, сидят в своих кабинетах, имеется в виду. Вот. И, в общем, конечно, они его не любят. Во-вторых, есть вторая причина из этой сферы, связанная с тем, что он, когда был президентом, он пытался ими командовать просто. А им и такие вещи, конечно, не нравятся. Они готовы подчиняться Путину, но никому другому нет, конечно. Они считают себя, вот, так сказать, номенклатурой лично Путина. А тут какой-то пришел, значит, недоросль, да? И пытаются тут изображать себя не весь чего. Вот. И поэтому они люди злопамятные, он это знает. Короче, он чувствует, что Путин слабеет, что он впадает в зависимость от своих силовиков, потому что режим же держится, по сути, на штыках. И в этой ситуации степень зависимости правителя от руководителя силового блока всегда возрастает, да? То есть это уже не только персоналистский режим, это уже, можно сказать, хунта. И в этой ситуации, ну, есть велик шанс, что они Медведева просто сожрут. И он пытается сделать вот это сжирание, так сказать, невозможным, да? Он пытается создать такую ситуацию, что сдать его Путин не сможет. Даже силовики не будут просить его голову, собственно говоря, да? Ну, а как вот можно уволить человека сейчас, тем более посадить? А если он вот такой пламенный патриот и так страстно выступает? Ведь как люди воспримут, если вот после всех этих выступлений Медведева его вдруг сейчас уберут? Да, значит, оба... Сдают позиции. То есть люди могут воспринять, воспримут обязательно это как то, что Кремль сдаёт позиции, Путин сдаёт позиции, да? То есть прогнулся под Запад, ну, это же неприемлемо для Путина. Вот он пытается запереть Путина в этой ситуации, чтобы Путин не мог его сдать. Вы говорите о том, что Медведев мечтает всё же стать преемником Путина. И, честно сказать, вот эти его публичные заявления и потуги в своём желании стать преемником президента, они выглядят достаточно смешно. И, ну, мне кажется, что Дмитрий Медведев, несмотря на некую специфичность своих публичных высказываний, он должен же, по идее, прекрасно понимать, что он, будучи там в своё время сосланным на должность зампреда Совбеза, ну, очевидно, рассчитывать на какое-то очень скорое изменение в отношении к нему Путина, ну, очевидно, не стоит. Неужели у него разрыв с реальностью приблизительно таков, как и у тех людей, которые отправляли российскую армию 24 февраля на полномасштабную войну с Украиной? — В своё время Путин списал Патрушева в утиль, поставил его руководить Совбезом, снял его с должности руководителя ФСБ, поставил его руководить Совбезом, начисто выхолостив Совбез. Через Патрушева тогда ни одна бумага не проходила. И несколько лет, ну, лет достаточно долго, лет пять, наверное, понимаете, Патрушев был вообще в забвении, в изгнании, ну, там он свою зарплату получал, да, но, в принципе, он абсолютно ни на что не влиял, да. А потом Путин его, так сказать, вытащил там, отряхнул, да, и поставил, значит, и... Ну, то есть, вернее, он оставил руководителем того же Совбеза, но пустил через него все решения, включая и политические, да. И теперь Патрушев человек номер, ну, может быть, номер два в государстве. Ну, если не номер два, то точно не номер три. А что нужно сделать Дмитрию Медведеву для того, чтобы его Путин вот так, как Патрушева, отряхнул, сдул пыль и, да, и снова поставил на какое-нибудь удобное, красивое для Медведева место? Если можно, я еще скажу, что таких примеров... Патрушева — это только один пример. На самом деле Фродков, Рогозин... Фродков перед тем, как стать премьером, Рогозин перед тем, как стать тем, кем он стал руководителем Роскосмоса, они все прошли через периоды такого забвения и изгнания. Это особенность путинского стиля. Он убирает человека и следит за тем, насколько он лоялен. Не позволяет ли он себе какой-то нелояльности? И если убеждается, что тот, несмотря на резкое понижение, остается лояльным, то Путин снова вытаскивает его из загашника. Вот, собственно говоря, ответ на ваш последний вопрос. Надо демонстрировать лояльность. И Медведев старается это делать. А сколько у Путина еще таких загашников, как думаете? Много. Путин, на самом деле, в этом смысле действительно профессионален. Он не очень хороший политический стратег, вернее, совсем плохой. Но вот с точки зрения работы с кадрами, он на этом зациклен. И он уделяет этому огромное внимание. Он специально маскирует людей. Ну, то есть нормальному политику, политическому лидеру такой в голову даже не придет. Вот заниматься тем, чем занимается Путин. А он специально замаскирует, понизит, будет наблюдать. И потом неожиданно выхватит вот этот козырь из рукава. Поэтому пытаться предугадать, что там у Путина с точки зрения кадров, на самом деле занятие достаточно неблагодарное. Хотя, конечно, в последние годы он стареет, слабеет, скамейка запасных становится короче. Ну, то есть он начинает, он уже себя исчерпал. Но ведь в случае с преемником, это же, тут немного людей надо. Тут один всего человек нужен. А одного он мог замаскировать. Так а кто этот замаскированный? Можно предположить? Это тут же Патруша. Ну, я только что сказал, что невозможно. Невозможно. Потому что вот предполагали, что будет как в 2007 году, по сценарию, когда Медведева поставили и все будет. А теперь такого не будет. До последнего момента никто не знал, будет это Медведев или Иванов. А я вот в связи с этим подумал о Рогозине. Он же сейчас тоже его отодвинули. Да, с должности главы Роскосмоса. Рогозин не подходит, потому что он, во-первых, слишком амбициозен. А значит, лоялен. Не настолько лоялен Путину. То есть у него свои интересы есть. Во-вторых, у Рогозина есть длинная допутинская история политическая. И это позволит в какой-то момент Рогозину сказать просто Путину, Владимир Владимирович, ну а что ты? Я же не тебе обязан вообще. Я был политиком, видным политиком. Одним из самых ярких политических лидеров России 90-х. И выборы я без тебя выигрывал. Ну то есть не настолько я уж тебе обязан. То есть Путину в этом смысле все-таки надежнее найти человека, свою собственную куриатуру. Человека, который до Путина был никто, и звали его никак. Типа Медведева, например. То есть вы допускаете, что Путин при жизни уступит свой труд? Да, он может оказаться запертым в такой ситуации, когда он просто не рискнет пойти. Выборы 2024 года будут очень тяжелыми. У него, у Путина высокий антирейтинг. Он будет расти. Попытка переизбраться в 2024 году может реально окончиться оранжевой революцией. То, чего Путин очень сильно боится. А вот избрать преемника ему будет гораздо легче. То есть преемник, в принципе, если это не будет откровенный какой-нибудь упырь типа Патрушева, а если это будет фигура более-менее нейтральная, типа Мишустин, Собянин, Греф, Пудрин, Козак. В окружении Путина много таких людей. Вот эти люди победят, в принципе, честно. Даже особо фальсифицировать выборы не понадобится. Соответственно, не будет никакого риска массовой революции или какого-то элитного заговора, какого-то переворота, какой-то пресловутой табакерки. То есть Путин выберет преемника не потому, что он так захочет. Да, вот если захочет, то не захочет. Я как раз это говорю. Нет, я говорю, что он поймет, что либо он будет рисковать. Да, можно переизбраться. А можно закончить как Тюршевскую или как Каддафи, например. А в случае с преемником, ну, в принципе, велик шанс, что все будет нормально, до старости лет просижу на какой-нибудь уважаемой должности, типа председателя Совета Федерации, да, и умру спокойно в своей постели. Вот, уже неплохой вариант. То есть Путин, понятно, что если бы он выбирал между... У него перед ними сто дорог были открыты, и он бы мог выбрать что угодно, конечно, он бы выбрал остаться сам. Но он может оказаться заперт в ситуации, когда он будет выбирать между плохим вариантом с преемником и совсем плохим вариантом с революцией, понимаете? Ну, вот, кстати, вы говорите о том, что выборы 24-го года в России могут оказаться кровавыми. Честно вам скажу, меня такие слова, лично меня такие слова удивляют, потому что, ну, мы же видели примеры того, как обходятся с народом, который не устраивает результаты выборов в Российской Федерации. Все прекрасно помнят Болотную площадь. Почему вот в 2024 году вдруг внезапно все поменяется, да? А почему в 2017 году революция случилась, а в 1905 нет? Не знаю. Ну, вот то же самое. Один раз не получилось, второй раз не получилось. Понимаете? Если есть объективно существующие социально-политические противоречия, они в России реально существуют, то революция все равно случится в какой-то момент. Ты ее можешь один раз подавить, второй раз подавить, а в третий раз не сможешь. Объективно Путин сейчас стал гораздо слабее. Украинцы, собственно говоря, вы, это ваша работа. Вы его очень сильно ослабили в политическом смысле. Он за один месяц, с мая по июнь, потерял в рейтинге доверия Левада Центр, замеряет, значит, спонтанное доверие. Он упал с 45, нет, извините, где-то с 43 до 35, минус 8% пунктов за один месяц. Объективно его политические позиции слабеют. Значит, вся сила, вся легитимность Путина держалась, вот все его рейтинги держались на ощущении, что он силен, что он всегда побеждает. У него никогда не было других источников легитимности. Просто все понимали, что на пути у Путина стоять не надо, потому что он все равно своего добьется. А украинцы доказали, что можно стоять у него на пути, и ничего, все нормально. Ну как нормально, да, не так себе и нормально, конечно. Это очень дорого обходится. Вы сейчас говорите о гуманитарной составляющей проблемы, а я анализирую политику в чистом виде, пер се, так сказать. Ну, политика жестокая вещь, да, объективно. Я не говорю, что свержение Путина будет бескровным, и россиянам тоже много крови придется пролить. Но объективно это сейчас становится возможным, потому что Путин не так силен. Возвращаясь к персоне Медведева, вот он вот эти вот свои посты пространные, он это пишет в Телеграме, да, то есть вот эти его странные публичные заявления, специфические, скажем так, это все происходит в соцсетях, не на телевидении. Почему так? Его не допускают на телевидении? Или, может быть, есть какая-то разнарядка у кремлевских пропагандистов, не знаю, меньше давать Дмитрия Медведева, либо вообще не пускать его в эфиры федеральных каналов? Либо это вот, ну, какая-то ориентировка на электорат помладше, который как раз и пользуется этими соцсетями? Ну, на самом деле, можно же было и там, и там показывать. То есть это не обязательно выбор или. Нет, вот в данном случае, конечно, кто-то из людей ответственных за пропаганду, может быть, Громов, может быть, Кириенко, может быть, Песков, но они ему объяснили Путину, что Медведев просто не популярен, что его не любят россияне, что они его не воспринимают как серьезного человека, понимаете? Он чуть-чуть в глазах, ну, как тут, ну, несерьезный человек, что называется. Клоун — это сказать жестко, да? Россияне не считают его клоуном, да? Ну, он вот такой, ну, все, он уже спекся такой, да? Он не состоялся, да? И делать лицом режима вот такую несостоятельную, такую дутую фигуру, ну, это просто снижать доверие к самому режиму в целом. То есть режим должен выглядеть серьезным, сильным, даже страшным где-то, да? А Медведев, ну, господи, ну, Медведев страшно, это же смешно. Ну, россияне ему цену знают уже, понимаете? Абаз, смотрите, у нас такой еще вопрос возник. Когда готовились к интервью, нашли информацию о том, что на днях в российских СМИ появлялась информация, что на Николая Патрушева, о котором мы говорили, да, это секретарь Совбеза Российской Федерации, было совершено покушение. По данным как раз телеграм-канала, вот любимой соцсети Дмитрия Медведева, телеграм-канала, который уже неоднократно публиковал информацию, которая впоследствии имела свое подтверждение, Патрушева якобы отравили синтетическим ядом. Неужели это значит, что уже началась какая-то дележка власти в элитах? Даже если этого отравления не было, то появление такого информационного сообщения уже говорит о том, что к чему-то там готовятся. Ну, безусловно, готовятся. То есть, во-первых, надо понимать, что российские элиты просто страшно не любят, ненавидят друг друга. И единственное, что их удерживало от войны, вот не на жизнь, а на смерть, это Путин. А Путин в силу того, что он слабеет, о чем я сказал чуть выше, утрачивает способность выступать в роли верховного регулятора, верховного модератора в отношениях элит. И поэтому они чувствуют, что у них руки друг по отношению к другу развязаны. И поэтому, конечно, там разборки становятся все более жесткими. И вот эта информация, о которой вы говорите, она, не знаю, насколько она соответствует правде, но, конечно, она, что называется, бывают ситуации, когда каждая лыка в строку. То есть, объективно, отношения между элитами ухудшаются, и степень внутренней напряженности растет. И в этой ситуации появление этой информации, ну, оно как бы соответствует общему тренду, да. Стилистически совпадает с этим трендом, не противоречит ему, понимаете. Но как-то так. Вот вы, мы уже с вами обсуждали, да, что выборы 2024 года в России могут привести к революции. А как думаете, может ли это случиться раньше? Теоретически может. Сейчас, понимаете, вообще ничего исключать нельзя. Российская политическая система крайне дестабилизирована. Вот сейчас вообще все возможно. Очень многое зависит от того, что будет происходить на поле боя. Я вчера написал у себя в Фейсбуке, что главным инструментом управления российским общественным мнением сейчас является Хаймарс. Это самый эффективный инструмент влияния на настроение россиян. Вот. И вот сделав эту оговорку, я все-таки скажу, что, конечно, в целом режим еще в достаточной степени крепок. Силовики пока еще в основной своей массе лояльны. То есть понятно, что их степень лояльности по сравнению с тем, что было до февраля, сильно упало. Вот сейчас о силовиках я говорю. И армейцы, и спецслужбы. Они все увидели, что Акела промахнулся. Увидели, что вот эта прежняя установка «делай, как скажет Путин, и у тебя все будет нормально», она не работает. Ты можешь делать, как сказал Путин, а потом окажешься в ГААГе. Теперь это уже стало очевидным. Это же примерно чувствуют и гражданские части элит, и бизнесы крупные. Вот эти санкции, которые обрушили их жизненные стратегии, которые были ориентированы на Запад. В России же они все говорят, что они патриоты, но при этом в реальности 99% российских элит ориентированы на Запад. Людей, которые, имея деньги, не вкладывали бы их в Запад, практически нет. На них как на фриков смотрят. И все это в одночасье стало невозможным. И все это благодаря Путину. Поэтому, понятная степень нелюбви к нему в элитах возросла. Но все-таки они его еще боятся. Он по-прежнему еще сохранил неплохую социальную базу. Конечно, она бесконечно далека от того, что было несколько лет. Но, тем не менее, третий российских избирателей все-таки пока ему лояльны. Силовики в основной своей массе пока еще лояльны. Поэтому, я думаю, до 2024 года режим дотянет. Понятно. Абаз, спасибо большое, что вы поговорили с нами. Это был Абаз Галямов, политолог, политтехнолог. Мы с ним поговорили о настроениях в России, о возможном преемнике. И может ли на эту роль претендовать Дмитрий Медведев.